Каждый из нас должен понимать, что авторы Нового Завета были просто пропитаны еврейскими писаниями, к которым они всегда прибегали, как к конечному источнику. Этот текст книги Исаии особенно важен, как никакой другой. Давайте откроем 65 главу Исаии. Я открылся не вопрошавшим обо Мне. Меня нашли не искавшие Меня. Вот Я, вот Я, говорил Я народу, не именовавшемуся именем Моим. Всякий день простирал Я руки Мои к народу непокорному. В Писаниях Павла Равина Шауля Этот текст говорит, что Бог достигает народы, которые не искали Его. В то время, когда Израиль не послушен и не принимает Ишуа. Затем Шауль продолжает говорить о надежде Исаии, что такое положение Израиля временно. И 9 стих. Той же главы, где говорится о грехах Израиля. И произведу от Иакова семя, и от Иуды, наследника гор Моих. И наследуют это избранные Мои, и рабы Мои будут жить там. Мы видим их послушание и непослушание. И читаем о последней надежде. Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы, и не придут на сердце. Продолжение следует... А вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что Я творю. Ибо вот, Я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. И буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе Моем. И не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достиг бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношу, но столетний грешник будет проклинаем. Продолжение следует... И буду строить дома и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы жил другой. Не будут насаждать, чтобы другой ел. Ибо дни народа Моего будут, как дни дерева, и избранные Мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Заметьте, что Исаия повторяется. И будет, прежде нежели они возовут, Я отвечу. Они еще будут говорить, а Я уже услышу. Волк и огненок будут пастись вместе, и лев, как волк, будет есть солому. А для змея прах будет пищей. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь. Здесь начинается путаница в толковании. Потому что здесь говорится о новом небе и новой земле. И о долгожителях. Поэтому раввины называют этот период славным веком. Веком человеческой жизни. Или жизни на земле. Славная земная жизнь. Когда люди все еще женятся и выходят замуж, рождают детей и умирают. Такое понимание исходит от Исаии. Или же должен сказать, что об этом говорит текст. Вот почему вы читаете об эскатологической надежде в Шева Брахот. Одно из семи благословений над невестой и женихом. Оно изображает грядущий век. Век, в котором больше не будет слез. Надежда Писания. Жених и невеста под хупой – это эскатологический символ. И на еврите мы поем. Снова будет слышен в Иерусалиме. Голос невесты и голос жениха. Можете это спеть? Да, он может это спеть. Идея заключается в следующем, что брак будет более славным в грядущем веке. Семьи будут более славными. Оригинал этого текста на еврите возможно трактовать по-разному. Так как дети не будут умирать. И человека будут считать проклятым, если он умер до ста лет. Вот, когда еврит труднее понимать. Говорится ли здесь, что достигших ста лет будет назван юношей? Или, если вы не достигнете ста лет и умрете, то вы будете еще молоды? Это предсказание о том, что люди будут жить сто лет или даже намного дольше, чем сто лет? В новой международной версии Библии я прочитал, что люди будут жить намного дольше, чем сто лет. Было ли время в истории, когда люди жили намного дольше ста лет? Да, до потопа. Люди жили от 800 до 950 лет. И, вероятно, мы можем здесь увидеть, что произойдет восстановление долголетия человечества, которое было до потопа. Объяснение можно найти в 25 стихе. «Ибо дни народа Моего будут, как дни дерева». Это 65 глава 22 стих. «Ибо дни народа Моего будут, как дни дерева». Мы знаем, что деревья живут сотни лет. А некоторые даже тысячи лет. Оливковое дерево живет более тысячи лет. В Гефсиманском саду растет оливковое дерево, которое было и во времена Ишуа. И к громадному красному дереву в Калифорнии более тысячи лет. Поэтому в раввинистическом толковании период в тысячу лет – это период славной жизни на Земле. Таким образом, из этого текста возникает идея буквального тысячелетнего века. Идея буквального тысячелетнего века, когда люди рождаются, живут очень долго, а затем умирают. И Исаия никогда не совмещает эти обетования вместе с обетованием ранних глав книги Исаии. Что твои мертвецы воскреснут. Воскресшие для тысячелетнего царства не умрут. Поэтому нам не известно, как он рассматривает это. Я не знаю, дали ли вам лист, но у меня есть небольшой лист с определениями. И на этом небольшом листе с определениями я указал три основные теории тысячелетнего царства. Есть примиллениумная теория, означающая, что в буквальном смысле будет период длиною в тысячу лет, когда Иешуа будет править на земле. И я придерживаюсь такого же взгляда. Но также есть амиллениумная теория, которая не означает никакого буквального тысячелетия. Когда Иешуа придет, наступит славное время вечности. Это просто период вечности, когда никто не будет жениться, никто не родиться и не умрет. Это амиллениумная теория. Также есть постмиллениумная теория. Весь мир обратится в конце. Мы войдем в этот славный век, описанный Исаией, и Иешуа возвратится после этого периода. Но библейская картина не соответствует постмиллениумной теории, так как Мессия приходит, чтобы установить тысячелетнее царство. Этот отрывок из 65 главы Исаии одновременно один из наиболее важных и противоречивых в эскатологии. Он вносит большую путаницу. В тексте говорится, что этот период назван новым небом и новой землей, когда люди рождаются, долго живут и затем умирают. Однако в книге Откровения новое небо и новая земля – это период вечности. Там говорится о новом небе и новой земле после тысячелетнего периода. Тысячелетнее царство в книге Откровения описано в 20 главе, а новое небо и новая земля в 21 главе. И теперь вы можете увидеть это противоречие. Если новое небо и новая земля в 65 главе Исаии означает то же, что и в 21 главе Откровения, тогда сторонники о миллениумной теории говорят, этот период долголетия людей символичен. Мы не должны воспринимать его буквально. Поэтому тысячелетнее царство – духовное правление церкви со Христом. Или же правление верующих, которые умерли, но сейчас находятся с ним на небесах. Вот как самым лучшим образом они могут проводить вечную жизнь. Я не верю этому. Потому что они понимают вечную жизнь. И если бы Адам и Ева вкусили от дерева познания добра и зла, то они бы жили вечно. Вечная жизнь – абсолютно понятная идея для Исаии и для его современников. И что мы только что прочитали в предыдущих главах? Твои мертвецы воскреснут. Они, конечно, не воскреснут, если сначала не мрут. Они воскресают для вечной жизни. Должно быть, Исаия предвидит возвращение к такому же состоянию, которое было и до потопа. Не к греховному состоянию, которое было до потопа. Но возвращение к веку долголетия. Потом настанет окончательный рай. В отношении вопроса тысячелетнего царства этот отрывок – один из самых противоречивых отрывков. Я думаю, что решение можно найти в следующем. Так как понятие нового неба и новой земли невозможно определить научно. Когда все народы земли приходят к познанию Бога, происходит воскресение из мертвых. И мы видим всю славу Божьего присутствия. То это станет новым небом и новой землей. Но в конце этого периода новое небо и новая земля будут еще более грандиозней. Поэтому термин «новое небо» и «новая земля» можно применить как к тысячелетнему периоду, так и к периоду вечности. Евреи во времена Ишуа верили, что в буквальном смысле настанет тысячелетний период, после прихода Мессии, и ранние Отцы Церкви верили в буквальное тысячелетие, так же, как и еврейские учителя первого века, и представители раннего иудаизма. Но уже к концу первого века Отцы Церкви начали отвергать эту идею. И называли других руководителей Церкви, придерживающих такого мнения, последователей плотской буквальной точки зрения евреев. Я думал, что хорошо было бы поднять этот вопрос, так как это очень важный отрывок Писания. И к идее тысячелетия мы возвратимся позже. Мы рассматриваем идею тысячелетнего Царства. Царство, которое приводит к вечности. Вечность. Это дополняет нашу схему. Давайте обратимся к некоторым дополнительным текстам. Все это дает основания для толкования Писаний Нового Завета. Во-первых, возвращение евреев в землю Израильскую настолько велико, что его невозможно сравнить с исходом из Вавилона. Я думаю, что согласно верованию евреев, возвращение в землю Израильскую из Вавилона произошло здесь. Евреи понимали, что должны возвратиться в Израиль. И не ожидали повторного рассеяния. Но они ожидали пришествия Мессии. И возвращение остальной части евреев, которые еще не успели переселиться. Сейчас мы знаем, что после еще большего рассеяния первого века, этот стих так и никогда не исполнился. Давайте прочитаем его. Еремея 16.14 Посему вот приходят дни и говорит Господь, когда они будут уже говорить, жив Господь, который вывел сынов Израильвых из земли египетской. И из всех земель, в которых они были. И из всех земель, которые вывел сынов Израильвых из земли северной, и из всех земель, в которые изгнал их, ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их. Итак, братья и сестры, если вы будете присутствовать на пасхальном седере, где мы говорим, Господь, который вывел нас из земли египетской, Господь, который вывел нас из земли египетской. Это событие еще не исполнилось. Оно еще в процессе исполнения. Поэтому это возвращение в землю. Но также происходит еще одно возвращение в землю здесь. Две стадии возвращения в Израиль, которые можно увидеть в отрывке до и после возвращения Иешуа. И только после возвращения Господа мы сможем полностью это увидеть. Возвращение в Израиль будет настолько велико, что оно затмит собой исход из Египта. Вот почему исход из Египта является как бы тенью исхода евреев из всех народов в последние дни. Хотелось бы поговорить об отрывке, который в последнее время вызывает большие противоречия. Патти, вы можете слушать это. Может, вы хотели бы послушать это? Еремея 16,16 Вот я пошлю множество рыболов, говорит Господь, и буду ловить их. А потом пошлю множество охотников, и они погонят их со всякой горы и со всякого холма и из ущелий скал. Ибо очи Мои на всех путях их, они не скрыты от лица Моего, и неправда их не скрыта от очей Моих. В наше время этот стих о рыболовах и охотниках применяется в служении возвращения евреев в землю израильскую. Рыболовы стараются возвратить евреев в землю израильскую. Выловить и помочь им возвратиться в Израиль. Но охотники настроены против евреев и пытаются убить их. Поэтому людей учат позитивно относиться к рыболовам. Чтобы не быть убитыми охотниками. Кто из вас слышал о таком толковании? Вау, вы не слышали такое? Такое понимание существует во всем христианском сионистском мире. Новость за новостью. Ты слышал об этом, Матеус? Он часто слышал это. Но в таком толковании возникает проблема. Но сначала я скажу. Несомненно, Бог пророчески говорит многим людям. Чтобы мы помогали евреям возвратиться в Израиль. И когда-то это защитит людей от погибели. Но идея возвращения всех евреев в Израиль в наше время. И что евреи, которые не возвратятся в Израиль, будут убиты. Вопреки Писанию. Потому что в Писании сказано о народах, которые помогают евреям возвратиться в Израиль после их обращения к Богу. Кроме того, Рыболовы пытаются словить евреев и удержать их. Контекстуальная картина может быть такой. В период Вавилонского царства, когда пишет Иеремия, Вавилоняне выискивают спрятавшихся евреев. Пытаются их обмануть и словить. Так же, как мы ловим рыбу. Для рыбы быть пойманной сулит что-то негативное. Обычно мы ее после съедаем. После рыбной ловли люди идут на охоту. Рыбалка и охота идут рука об руку. С другой стороны, такое толкование не точно. Потому что, если вы рассматриваете этот отрывок не только в контексте Вавилонского периода, но в период Господа, до Его возвращения, можно рассматривать рыбную ловлю как что-то позитивное, а охоту как что-то негативное. Следовало бы разграничить то, что очевидно в самом тексте. И то, что было сказано христианам в их служении евреям возвратиться в Израиль. Потому что это возвращение в Израиль было предвозвещено. И помощь христиан евреям возвратиться в землю израильскую. В этот период предшествует помощи, оказанной евреям всеми народами. И, наверное, после перерыва мы рассмотрим некоторые из этих отрывков, которые говорят об двух исходах в Израиль. Давайте откроем 23 главу книги Еремии. Еще один замечательный стих о возвращении евреев в землю израильскую. В пятом стихе. Вот наступают дни, говорит Господь. «И восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро». «Во дни Его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя Его, которым будут называть Его – Господь оправдание наше». «Посему вот наступают дни, говорит Господь, когда уже не будут говорить «Жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской». «Но жив Господь, который вывел и который привел племя дома Израилева из земли северной и из всех земель, куда Я изгнал их, и будут жить на земле своей». Это очень важно. Прямо среди картины возвращения Израиля. Без указания точной временной рамки. И Еремия говорит об обетовании Нового Завета. Действительно, слово «Новый Завет» встречается в 31 главе Иеремии и 36 главе Иезекииля. Даже если они не используют слово «Новый Завет» в самом отрывке. Бог говорит о Вечном Завете. «В результате чего? И будет у них жилище Мое, и буду их Богом, а они будут Моим народом». И в Вечном Завете мы читали раньше в книге Исаии. Или же в «Пророке Иоиля» об излиянии Духа на всякую плоть. Это часть обетования Нового Завета. И Новый Завет связан с полным восстановлением Израиля. Часто в христианстве об этом забывают. Удивительно то, что сейчас такое понимание стало доктриной в катехизисе католической церкви. Окончательное воплощение Нового Завета связано с Израилем. Давайте откроем Новый Завет. Так как Новый Завет говорит об эсхатологичных событиях. 31 стих Иеремии. «Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет». «Не такой завет, который Я заключил с отцами в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет Мой они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Господь». Заметьте, что Бог не говорит о том, что заключит Новый Завет с народами. Бог говорит, что заключит Новый Завет с Домом Израиля и с Домом Иуды. И Он противопоставляет его не Завету с Авраамом, но Моисееву Завету. Здесь делается особый акцент на том, что сила благодати вытесняет то, что было возможно во времена Моисея. Новый Завет не похож на Завет с Моисеем. И все же у них есть некоторые сходные черты. Давайте рассмотрим некоторые из этих особенностей. Но вот Завет, который Я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. «Вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их напишу его». В Новом Завете также присутствует Тора. Поэтому Новый Завет сохраняет вечную Тору Моисея. «И буду им Богом, а они будут Моим народом». «И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого», говорит Господь. «Весь Израиль будет иметь близкое познание Бога». «Потому что Я прощу бессакония их, и грехов их уже не воспомяну более». «Церковь почти невольно не прочитала вторую часть этого отрывка». «И думает, что Завет заключен с ней, а не с Израилем». «Потом Господь продолжает». «Что является частью Нового Завета Бога с Израилем». «Так говорит Господь, который дал солнце для освящения днем, уставы луне и звездам для освящения ночью, который возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя Ему». «Если сии уставы перестанут действовать предо Мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо Мною навсегда». «Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху, и основания земли исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь». «Господь сохраняет Израиль навечно в Новом Завете с Ним». «Видите это?» «Это еврейский народ». «Мы не можем извратить этот стих и язычников назвать духовными евреями, обратившимися в христианство». «Это еврейский народ, да?» «Бог с нами заключил Вечный Завет». «Здесь нет ни одного слова о других народах». «Ни слова». «Странно». «Вот в чем суть». «Когда Бог заключает Новый Завет с Израилем, Израиль исполнит свое призвание и станет благословением для народов». «Хотя такого утверждения нет». «Но с помощью Нового Завета Израиль обретает праведность». «И сможет привести другие народы к Богу». «И Еремия писал эти строки в очень темное время истории Израиля». «Он стал свидетелем пророчеств Исаии». «Южное царство было уведено в Вавилонский плен». «И Езекиил находится в Вавилоне вместе с остальными пленниками». «Он пишет о том же, сотни и сотни километрам вдали от Родины». «И Езекиил пишет о том же относительно Нового Завета». «И вот что он говорит». «И Езекииля 36, 24». «Заметьте, Бог заключит Новый Завет после возвращения в землю Израильскую, во время Тысячелетнего Царства». «И благодаря этим словам Езекииля». «Мы поймем одну из самых великих тайн Писаний Нового Завета». 24 стих 36 главы Езекииля. «И возьму вас из народов и соберу вас из всех стран и приведу вас в землю вашу». «Вы видите, что возвращение евреев в землю Израильскую эсхатологично». «Но Езекиил указывает, что возвращение в Израиль начинается здесь». «Потому что Израиль возвращается в землю Израильскую до того, как на него будет излит Дух Бога, что описано в 37 главе». «И мы понимаем этот намек, что возвращение происходит здесь и здесь». «И после возвращения, о котором говорит Езекииль, мы видим, что народ израильский вступил в Новый Завет». «Вот почему всякий народ, препятствующий евреям, возвратиться в Израиль, препятствует Богу». «Хочу сказать только одно по этому поводу». «Думаю ли я, что евреи должны быть добры по отношению к палестинцам? Если честно?» «Конечно, да». «Но хотят ли палестинцы вообще существование государства Израиль? Нет». «Израиль согласился с разделением земли в 1948 году, но арабы не приняли этого». «Хочу поделиться тем самым сокровенным, что происходит сегодня в Израиле». «В один день Бог будет править над всеми народами». «Он будет решать, кто на что имеет право и на какую землю». «Во всем мире». «Значение второй главы Исаии. «Ешуа уладит все конфликты между народами». «Каждая современная нация контролирует свои земли в результате их завоевания». «Я прав или нет?» «Как появилась Бразилия?» «Состоит ли она только из местного населения, которые всегда жили в Южной Америке?» «Эта земля была завоевана». «Почему же каждый, который вышел из Португалии?» «Каждый, кто вышел из Африки?» «И каждый, в чьих жилах не течет чистая южноамериканская кровь, не возвратится обратно в Европу или в Африку». «Ведь здесь вначале были местные жители». «Также все жители США, которые не являются коренными американцами, должны возвратиться обратно в Европу, откуда все они приехали». «Тоже придется сказать и в отношении Франции, и в отношении России. Если вы проследите их историю, то увидите, что племена перемещались с одного места на другое и завоевывали новые земли. «В идеале Бог не хотел, чтобы у каждого была своя земля в результате ее завоевания». «У Бога есть обетованная земля для каждого народа на земле». «И Он говорит, посмотри, чтобы показать Мою любовь ко всем народам, я изберу крошечный кусочек земли из миллионов гектаров земли на земле, и отдам этот кусочек евреям». «И знаете, что говорит целый мир?» «Нет». «Эта земля должна принадлежать палестинцам». «Бог говорит, могу ли я принять решение, позвольте, могу ли я принять решение в отношении этого маленького кусочка земли, завоевывайте остальные земли, но я хочу взять этот маленький кусочек земли». Вот какая ситуация сейчас на Среднем Востоке. «Может ли Бог принимать решение насчет земли?» «Или же Он просто мистическая идея?» «Если Израиль войдет в свое наследие, тогда Бог приведет все народы мира в свое наследие, потому что Израиль – первенец Бога. «Благодаря Израилю народы не будут завоевывать и не будут завоеваны». «Господь говорит, что после того, как евреи возвратятся в Израиль, и я не знаю, сколько евреев должно возвратиться, и я покрулю вас чистой водой, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». «Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом». Такое же обетование есть и в книге пророка Еремии. Это обетование Нового Завета. Теперь обетование о Новом Завете стало более ясно, так как он описывает опыт рождения свыше, и наш народ не прошел еще через это. «Вложу внутрь вас дух мой, в нашего внутреннего человека, вложу внутрь вас мой святой дух, вы будете ходить в моей торе». Шауль также говорит в 8 главе послания к римлянам. «Оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». И Езекиил соединяет это с возвращением еврейского народа в свою землю. Новый Завет здесь связан с возвращением в землю. И в конечном итоге здесь, так как все эти события развиваются очень быстро, может быть на протяжении недели, может быть нескольких месяцев, мы точно не знаем. Но когда мы подойдем к книге Откровения, мы это коснемся. Потому что в книге Откровения есть такая же модель. В пророческих книгах есть и другие отрывки, соответствующие этой схеме. Однако сейчас мы сделаем перерыв. Поэтому мы откроем книгу пророка Иоиля, который писал задолго до пророков Иеремии и Езекииля. И вполне возможно, что для Еремии и Езекииля книга пророка Иоиля стала неким основанием их слов в духе. И снова мы увидим, что излияние Святого Духа – великое эсхатологическое событие. Даниил 9, 27. И утвердит завет для многих одна седьмина. А в половине седьмины прекратится жертва и приношение. И на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Как историческая церковь понимала этот отрывок? Тот, кто утвердит завет со многими на неделю – это Мессия, Иисус. В еврейской мысли этот отрывок известен как пророческое повторение, который показывает значение другого отрывка. В древней литературе Ближнего Востока, а также в еврейских писаниях, это обычно повторение одного и того же факта, но описанием более мелких деталей. Например, в первой и второй главах книги Бытие. Поэтому в 27 стихе – это повторение той же информации, которая уже была раньше. И там говорится, что Мессия не будет не только после 69 недель, но еще более очевидна Его смерть в середине 70 недель. И что в служении Иешуа Он утвердит завет со многими на 3,5 года. И среди недели Он умрет. И после Его смерти посредничество системы храмовых жертвоприношений завершается. В храме не прекращали приносить жертвы. Но система жертвоприношений представляет собой посредничество. То же самое говорит нам и Талмуд. За 40 лет до разрушения храма. Затем апостолы подтверждали этот завет и были свидетелями воскресения. Иешуа подтвердил завет посредством свидетельства апостолов в Иерусалиме. В течение 3,5 лет и более. И когда Синедрион сказал «нет», они сказали «нет». Это был конец. Потом было 40 лет милости. Но после 70 лет римляне оставили мерзость запустения в храме. Это было причиной Иудейской войны. И Израиль был разорен вплоть до наших дней. Поэтому классическая интерпретация 9 главы книги Даниила все 70 лет относится к прошлому. В середине 19 века появилось новое толкование. Тот, кто заключит завет – это антихрист. Ни с того ни с сего появляется антихрист, которого раньше в отрывке не было. Он заключает завет с Израилем. В середине периода разрывает завет и прекращает жертвоприношение. И из этого отрывка мы извлекаем идею о семилетнем периоде великой скорби. Происходит диспут, основанный на этом единственном отрывке Писания о семи годах скорби. Потому что книга Откровения не говорит о таком периоде. Там четко сказано, что страдания будут в течение трех с половиной лет. И там говорится о 42 неделях, вернее, о 42 месяцах, или 1260 днях, или 1290 днях. В основном все числа вертятся вокруг трехлетнего периода. Это очень меня беспокоит, чтобы взять эти последние семь лет, перенести их на две тысячи лет и поставить здесь. Но так сделала теория диспенсационализма, появившаяся в середине 19 века. И эта идея семидесяти недель Даниила — часть теории восхищения церкви до начала периода бедствий на земле. Поэтому я говорю, что не верю в то, что 70 недель в Даниила относятся к будущему. Я придерживаюсь классической интерпретации. Вам будет о чем подумать сегодня вечером. Помните, что такого толкования никогда не было в церкви вплоть до середины 19 века. Но моя интерпретация существовала в церкви в течение всей ее истории. Продолжение следует... Продолжение следует...